Кстати, как вы справляетесь с сложными вопросами? Например, когда вы стоите на сцене и вам задают сложный вопрос, какова ваша методология? Как вы справляетесь с ними? Обычно, всякий раз, когда спрашивают какой-либо вопрос, я всегда говорю своим ученикам, что они всегда должны повторять вопрос. Причина этого – если вопрос был не очень ясен, чтобы зрители могли услышать его ясно. Или если я сделал ошибку и неправильно понял вопрос, чтобы спрашивающий мог меня поправить. И есть другие причины. Да. То есть вы повторяете вопрос для подтверждения. Да. И я повторяю его в кратком виде. И это дает вам время подготовить ответ. Иногда бывает так, что задают вопросы, которые я слышу в первый раз, и я не знаю ответа. Но как рутина, я повторяю. Брат задал очень хороший вопрос. Или брат задал очень интеллектуальный вопрос. То есть вы делаете небольшой комплимент, что это хороший вопрос. Да. И я дам пример этого. Были времена, когда я действительно не знал ответа. Например, мне пришел вопрос в Дубае от индуса, которого звали Рахул. И он был одним из тех, которые проводили исследования в интернете. И он атаковал меня самыми сложными вопросами. И спустя несколько дней он принял ислам. И один из вопросов, который он задал мне, он сказал мне, что он знает об исламе больше, чем он разбирается в инженерии, которая является его работой в Великобритании. И он сказал мне, что он прочитал несколько тофсиров в толковании Корана. И он спросил меня, когда первый аят Корана был неспослан Мухаммаду, мир ему, через ангела Джабриля, архангел Джабриль сказал ему, «Икра», то есть читай. И пророк ответил, «Ма ана бикаре». Я не умею читать. Это есть во всех тофсирах. И он сказал, «Я хочу знать, что ангел Джабриль показал пророку Мухаммаду, да богословит его Аллах и приветствует, по причине которого пророк Мухаммад ответил, «Я не умею читать». Значит, что-то было показано ангелом Джабрилем. Я хочу знать, что это. Потому что ни в одном тофсире не упомянуто, что архангел Джабриль показал пророку Мухаммаду. Я хочу знать, что он показал ему, и в каком музее это находится. Потому что ни один тофсир не упоминает это. когда ангел Джибриль протянул ему что-то и сказал «читай». Да, потому что пророк сказал «я не умею читать». Что он показал ему? Что это было? Я читал Тафсиры, и нет ни одного Тафсира, который бы говорил, что он ему показал. И его вопрос логичен. И я сказал ему «брат Рахул, это очень хороший вопрос». И в то время я все еще не знал ответа. И затем приходит помощь от Аллаха. И так происходило много раз. Эти вопросы не связаны с религиозными знаниями, но с логикой. И честно, я не знал ответа. И я говорю «брат Рахул задал очень хороший вопрос». А затем, когда я закончил свое введение, ответ пришел от Аллаха. Это откровение? Нет. Скорее это озарение или просветление. Потому что откровение уже прекратилось на последнем пророке. Поэтому я сказал «брат Рахул, ты понимаешь немецкий?» Он ответил «нет». Ты можешь читать на немецком? Он сказал «нет». Разве я показывал тебе что-то до того, как ты сказал «нет». Я ничего тебе не показывал. Я только спросил, и ты сказал «нет». И так же ангел Джибриль спросил Мухаммада, мир ему. Если ты не умеешь читать, тебе не нужно говорить «покажи мне текст на немецком, а потом я буду говорить, я не читаю на немецком». Здесь больше логичный ответ. И так происходило много раз. Это помощь от Аллаха. Помощь Аллаха и ваш интеллект. Я не считаю себя умным. Но Аллах помогает мне. Вы верите, что проповедник должен быть умным? Да, конечно, он должен быть умным. Имеет значение IQ или память? Они оба важны. Но самое главное – это помощь Аллаха. Если будет помощь от Аллаха, то все остальные навыки придут позже. Продолжение следует...